Что-то в последнее время я прям, знаете, зачастил с онлайн РП. Я подумал, так знаете, нужно отдалиться от КРМП, потому что КРМП это не моя основная эстезия. И более того, мне КРМП никогда не нравился. Я всегда считал, что КРМП такой, знаете, ну какой-то, ну фиг его знает, кроме КРМП на телефонов. То есть КРМП на телефоны это нормально. Он мне даже нравится больше, чем сам на телефоны, потому что КРМП там прям всё сделано настолько замечательно на телефоны. То есть давайте уточним, почему мне не нравится КРМП на компьютере. Я это уже рассказывал в своём видеоролике под названием «ГТА КРМП говно», там для конченных, по-моему, дебилов и так далее. И многое другое, то есть я это рассказывал, потому что текстуры хуёвые, скины какие-то хуй пойми какие. Но по факту GTA Samp на телефоне выглядит хуже, чем тот же самый КРМП на компьютере. И если уж сравнивать GTA Samp на телефоне и GTA КРМП на телефоне, то я отдам предпочтение GTA КРМП. Просто потому что они выглядят одинаково. Но вот в GTA КРМП, допустим, есть какое-то разнообразие во всём этом. Да и в целом в GTA КРМП сервера и проекты, господи, сколько же тут слова GTA КРМП. Они, знаете, что делают? Они делают более улучшенные карты. То есть в целом обычная карта КРМП это леса, поля, вода, всё прочее, не населено. А вот эти вот все КРМП, проекты на телефон и так далее, они заселяют всё это. Они оптимизируют всю эту карту под замечательные стандарты. Ну, прям вот, знаете, мне нравится. GTA КРМП на телефоне мне нравится. Я пересмотрел своё мнение насчёт GTA КРМП на телефоне. Оно прям, вот знаете, такое крутое. Вот это прям мне очень нравится. Тем не менее, GTA Самп на телефоны я обсужу. Потому что, типа, ну это вроде как топ какой-то там проект во всём этом. Life Mobile, топ 4, топ 5 проект, я не помню. По-моему, онлайн рулиплей обогнал даже Мордор. Типа, ну, типа, наоборот. Мордор рулиплей, то есть по онлайну или там мобайл, он по онлайну, типа, выше, чем онлайн рулиплей. Тем не менее, на Мордоре что-то особо сильно ничего не выходит. Поэтому вот, давайте всё это рассмотрим. Подождите, а онлайн рулиплей это вообще GTA Самповский проект? Вот я что-то сейчас, так знаете, усомнился немного о всём этом. Потому что, как вы понимаете, в Life Mobile онлайн как бы, ну, показывается со всей вот этой вот мобильной индустрией. И да, онлайн рулиплей это сервер на Самп Андроид, Самп Мобилку. Поэтому я спокоен, что я никого не обманул. И всё в целом замечательно, отлично и хорошо. И знаете, в чём всё дело? Всё дело в том, что онлайн рулиплей выпустили новые такие, знаете, обновления, которые мы сейчас с вами рассмотрим. Онлайн рулиплей показали скины молодожёнов. Недавно они представили церковь, в которой игроки смогут пожениться. Типа, вот знаете, этот вот прикол, что жениться можно только в церкви. Типа, почему не в ЗАГСе? Странно, почему бы не сделать отдельное такое, знаете, ЗАГСе? Ну, возможно, потому что это GTA, типа, там, знаете, Самп вот это вот всё прочее. Жениться же, вроде, в ЗАГСе. Или я могу, что, или в церкви. Чё-то, бля, бля, в церкви же отпевание. Очень, очень странно. Ладно, неважно, давайте посмотрим скины. Ну, скин женщины, бля, ну, чё-то, не особо чё-то над всем этим они постарались. И как-то, ну, ну, такое себе, да, фигово. Скин мужчины, скин, знаете, такого, знаете, молодожёна. Тут, как бы, у нас Киану Ривз. Я так понимаю, был закос под какого-то американского актёра, как лично я понимаю. И он похож на Киану Ривза. Хотя, если приблизить, то... Да нет, нет, действительно, похож. Просто отрастил такую, знаете, себе бороду с усами. И, разумеется, теперь он Иван Сусанин, я так понимаю. Не, очень, очень плохо, очень хуёво, так далее. Ладно, хуёвая шутка, хуёво и всё прочее, вот эти вот вещи. Однако, давайте сделаем ещё обзор, ревью, рецензию и все прочие вещи на вот Life Mobile Online Roleplay. Показали интерьер церкви, которая будет использоваться для будущей системы бракосочетаний. Господи, сколько же букв R! Как будто бы Online Roleplay, они специально делают всё так, вставляют столько, вернее, Life Mobile специально делают и Online Roleplay, наверное. Они вставляют столько букв R, чтобы я новости из их вот этого всего журнала не зачитал. То есть, мне так больно, это просто невозможно. Я сижу весь потный, перезаписываю по несколько раз, потому что такие буквы R, R, вылетают, что просто ужасно. Я не знаю, как всё это происходит, господи, ужас просто. Я не знаю, чё, ужасно, омерзительно. Столько букв R, пожалуйста. Вы же всё-таки журналисты, вы же можете подобрать грамотные синонимы для того, чтобы люди, которые не особо, так знаете, в буквы R, R и все прочие вот эти вот буквы, типа, ну, типа, звуки и так далее. Вы же сами понимаете, что, типа, для людей так будет лучше и вообще всем, да и буква R, она же, я уверен, что она никому особо сильно не нравится. Поэтому, типа, вы никого не обидите тем, что уберёте её вот отсюда. Ну, это ж странно, как минимум, ну, типа, столько букв R, ну, в целом, давайте, ладно, нужно уже обозрить церковь. Ну, типа, церковь как церковь. Есть такие, знаете, лавочки, которые больше похожи на такие, знаете, не то чтобы из дерева, а как будто бы из металла, из металлика, бля, и так далее. То есть, ну, прям вот, ну, вот металлика, да, онлайн роли-плей, прям металл. И, типа, не то чтобы от дерева, ну, типа, металл. Вот если так смотреть, прям вот как-то издалека, то да, если вблизи всматриваться, то, типа, ну, может быть, дерево. А если издалека, то вот, прям, знаете, такой вот металл, ми-ми-хэви металл, вот, чё-то наподобие того. Однако, ладно, вы можете выразить своё мнение по поводу всех этих проекосочетаний на GTA Самповских проектах, сказать, как часто вас разводили трансы на деньги, и в целом, да, то есть, у всех такое бывало, что вы познакомились с девочкой, повысили её в ранге в своей организации, вы, допустим, лидер, дали ей очень много денег, а это оказался я, играющий за женского персонажа, притворяющийся девочкой для того, чтобы разводить людей на игровые ценности, деньги и прочие вещи. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, Arizona, RoleplayFenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, вы можете туда зайти, там со всем этим ознакомиться, и там всё это понять, узнать, осознать и сказать, что вы крутые люди, и не только, и не только крутые, и не только люди, и всё прочее, потому что в описании ещё есть ссылочка на мой телеграм-канал, и там ещё есть много всего, вы можете зайти, ознакомиться, понять, узнать, и прочитать всё это именно там. Всем спасибо за просмотр этого видео, увидимся тут же, завтра и, наверное, в 20.00, может быть, попозже. Субтитры сделал DimaTorzok